Всем привет! Вы смотрите канал Финты WordPress. В сегодняшнем видео я расскажу про дюжину ресурсов, где вы можете значительно поднять свои скиллы или научиться чему-то новому. К чему я решил записать это видео? В рамках что курса HTML WordPress, что HTML WooCommerce, что вот сейчас идет, как изменять WooCommerce курс, я понял, что у многих не хватает просто-напросто базовых знаний. Ну, каких-то таких настолько уже очевидных вещей, на которые я-то уже не обращаю внимания, а люди этого просто не знают. Просто люди не понимают, чем, например, тег div отличается от тега span, как они взаимодействуют друг с другом и как они вообще работают. То есть вот это абсолютно такие базовые вещи. И это я уже не говорю про то, что надо хотя бы основу PHP знать, что такое переменные, как работают массивы, циклы. То есть вот таких базовых вещей у многих не хватает. И сегодня я расскажу про 12 ресурсов, где это можно все изучить онлайн, где-то бесплатно, где-то платно. Ну, естественно, вся эта информация есть и в свободном доступе. В принципе, что по HTML, CSS и PHP, все это есть документацию. Просто открываете, смотрите, читаете и учитесь. Если кому-то нужны именно пошаговые такие вот, ну, пошаговые объяснения, то вот сегодня как раз я про это и расскажу. Но прежде чем описывать сами курсы, ну, или курсы, или онлайн-ресурсы, я хотел сказать такую вещь. Во-первых, данные ресурсы делятся на две категории. То есть там, где есть ментор, то есть преподаватель, и там, где просто дается информация о том, что это такое, ну, о предмете. Первую половину видео я как раз буду рассказывать именно про подобные ресурсы. Там уже идет общение с ментором, обратная связь, объяснение ошибок, вот все такие штуки. Хочу обозначить, что это не топ. Это именно те ресурсы, в некоторых курсах я сам проходил эти курсы, некоторыми мне порекомендовали, некоторые я просто загуглил, нашел, почитал, попробовал, что они из себя представляют. В общем, это те ресурсы, которые мне понравились. Если вы учились где-то по каким-то другим ресурсам, или можете что-то посоветовать, пишите в комментариях, мы это все дело обсудим. Так, первым у нас на очереди, естественно, известный довольно ресурс, называется geekbrains.ru. И что я заметил, последняя тенденция. Многие курсы сегодня, это уже не просто обучение какому-то языку, да, там HTML, CSS, UPHP, Ruby, Python. Это именно получение профессии. То есть, по сути, вы поступаете как, ну, знаете, в какое-то учебное заведение и получаете именно профессию. То есть, в рамках этой профессии вы, соответственно, изучаете уже нужные курсы. То есть, там будет, например, не просто PHP, а, соответственно, все последовательно. Если там, например, если зайти в Geekbrains, например, вот у них идет профессия веб-разработчик, там изучается все. То есть, в HTML, CSS, JavaScript, PHP, там еще какие-то дисциплины. Опять же, там изучаются и какие-то около, около такие языковые вещи, там то же самое, там как начать зарабатывать деньги, как общаться с заказчиком, вот такие вот, как управлять проектами. Такие базовые штуки дается. Сам я здесь проходил некоторые курсы, по-моему, по PHP проходил. Здесь есть бесплатные, на Geekbrains есть и бесплатные курсы, и платные. Ну, ценники вы сами видите, то есть, такие, не скажу я, что это особо прям доступные такие штуки. Но есть бесплатные ресурсы, есть какие-то вещи, которые можно получить бесплатно. Есть рассрочка, насколько я знаю, у них. То есть, вполне себе неплохой ресурс. Опять же, у Geekbrains есть очень хороший блок, прям можно почитать. Следующим у нас тоже идет довольно известная школа, называется Нетология. Опять же, они учат практически всему по направлениям, здесь вы видите, да, программирование, дизайн. Бесплатного я у них не встречал, хотя вот здесь, видите, есть что-то бесплатное, какие-то основы, база. Ну, то есть, если мы говорим про основу, то это практически везде можно найти бесплатно. Не знаю, честно говоря, я в Нетологии никогда не учился, у меня как-то, ну, вот не было надобности, мне просто его посоветовали, что вот есть такая школа. Ну, судя по описаниям, преподают они неплохо по отзывам, курсы у них довольно широкие такие, и учат они именно профессиям, то есть, не просто там изучить какой-то язык, а именно получить профессию. Причем, я оговорюсь, да, еще один момент, что в Geekbrains, что в следующих вот некоторых ресурсах при получении профессии, как и положено в приличном учебном заведении, вам предоставляется возможность сразу устроиться на работу, то есть, это тоже очень неплохо. Там еще какие-то, ну, в общем, есть такая возможность сразу получить, кроме того, что получаете профессию и что-то узнаете, можно получить еще и место работы. Следующая у нас штука, вот Hexlet, тоже известная такая система, вот Hexlet мне зашел, мне очень понравилось, как они преподают, причем вот именно профессию, то есть, у них не так много курсов, то есть, у них Backend, Frontend, PHP, то есть, вот у них все четыре курса, но они, во-первых, у них и обратная связь есть, и, во-вторых, они так хорошо объясняют, что, куда и зачем, мне прям понравилось, я у них вот проходил и сейчас прохожу PHP-программист, прям вот хорошо, ну, и, наверное, это единственное, вот этот вот сервис Hexlet.ru, единственный, у которых довольно доступное обучение, там что-то 24 доллара в месяц, и ты можешь проходить хоть целый месяц сиди, да, хоть там продолжай, то есть, не требуется платить каких-то прям абсолютно бешеных денег, то есть, все довольно доступно, и вот, и учиться понравилось, и задание выполнять понравилось, у них еще есть одна такая штука, называется CodeBasic, то есть, для совсем начинающих есть бесплатное приложение, практически уроки, то есть, по языкам PHP, JavaScript, Python, Rackets, ну, Python, Rackets пока нет, но вот PHP и JavaScript у них тоже хорошо заходят, то есть, вот прям вот базовые-базовые вещи, что такое переменные, как работают массивы, циклы, вот эти вот все штуки. Следующая у нас школа, где преподают именно профессии, называется Loft School. У них я не учился, но я смотрел их видосы, я подписан на их канал, тоже неплохо они преподают, и у них такие цены еще более-менее демократичные. Это единственная школа, где упоминается WordPress, ну, вот я сколько не посмотрел все эти, вот WordPress упоминается только в Loft School. Причем, Loft School, они, как я понял, они учат и языкам, да, и профессию. Ну, в принципе, это и все так учат, то есть, они и профессии учат, и конкретному языку. Но здесь вот, например, видите, здесь не просто так учат PHP, а здесь именно и базу данных дают, и использование инструментов, тот же самый PHP Storm, и чаще всего в этом плане дается и работа с Git, и с GitHub, то есть, командная работа, то есть, все вот эти штуки. Ну, следующая у нас, пятая школа, называется Skillbox. Я искал, честно говоря, просто гуглил, и нагуглил ее Skillbox, искал просто вот по дизайну. Ну, вот по дизайну мне больше всего вот это вот понравилось, именно вот как они подают. Я у них не учился, я их просто загуглил. Они преподают все, то есть, от дизайна и программирования до маркетинга и управления. Ну, я не знаю, как они преподают, но, судя по описанию, вроде как неплохо, и специалисты у них неплохие работают. То есть, что получается в итоге, я не знаю. То есть, если кто-то из вас учился в Skillbox, то напишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Ну, правда, и ценник у них такой, не скажу, что там прям какие-то демократичные цены, цены нифига не демократичные, но, в принципе, довольно доступные, да, то есть, и здесь есть рассрочка еще на год. Да, кстати, еще, то есть, упомяну, во всех вот этих школах, как правило, обучение довольно длительное, там, начиная, там, от 3-6 недель до года, то есть, это вот прям обучение. Причем на выходе там получают всякие сертификаты, чуть ли не установленного образца свидетельства о том, что прошли обучение. Ну, в общем, можно набить нормальное резюме и поискать работу. Следующий у нас ресурс называется HTML Академия. Ребята, вот здесь вот я учился, прям вот проходил несколько курсов. Ребята ориентированы в основном на Frontend, и они профессию дают, Frontend разработчик. И я у них проходил курсы по HTML и CSS, очень мне они понравились. Вот здесь вот прям мало того, что это объясняется все подробно, понятно и так далее, здесь еще сразу идут живые такие задания, то есть, можно сразу выполнять. По JavaScript не проходил, честно говоря, проходил и HTML и CSS. Вот у них мне понравилось, прямо отлично дается, все последовательно, от простого к сложному, все довольно понятно, ясно и просто. Вот HTML Академию рекомендую для тех, кто вообще не знает вообще ничего, вот начать я рекомендую все-таки с HTML Академии, изучение основы HTML и CSS. Следующий у нас ресурс называется learnjavascript.ru, но это, наверное, самый полный и самый подробный ресурс по JavaScript на русском языке. Я не знаю, подробнее вы не найдете. Ну и дальше, начиная с этого курса, я не знаю, как у них курсы проводятся, но я так понимаю, что они дают именно не профессию, а просто курсы по какому-то языку с фидбэком, то есть с обратной связью. У них курсы какие-то тоже так, я у них не учился, я у них постоянно читаю документацию. Но если вы учились на этих курсах у них, то расскажите об этом в комментариях, мне интересно, как они преподают, имеет смысл записываться или нет. А то Гутенберг не за горами, пора учить React. Ну и следующий у нас PHP Start нашел, я тоже просто загуглил, посмотрел видеокурсы по PHP, в принципе, очень неплохая подача, здесь у них такие простые уроки, опять же, все это уже бесплатно. В принципе, неплохая подача, все ясно, понятно, но я не знаю, кто это, я не знаю авторов, я просто их загуглил, просто посмотрел, мне понравилось. То есть вот называется, сайт называется PHP Start. Для основ есть еще такой преподаватель Михаил Русаков, у него очень много курсов платных, в основном платные, ну, пока такие по божеским ценам, но это просто курсы, то есть вы просто смотрите, никакого фидбэка не получаете, то есть просто курсы для самостоятельного обучения. У него есть очень-очень неплохой курс по PHP, вот прям свежий недавно. Для основ достаточно выше головы, единственное, что это в курсе нету, по-моему, там нет работы с массивами бесплатной версии, то есть или с массивами, или с циклами, вот с чем-то нет работы. Но посмотрел я все уроки у него по этому курсу, посмотрел, неплохие уроки. В принципе, подача, ну, мне зашла, да, то есть мне понятно, нормально, в принципе, все доступно и понятно, можно все это дело попробовать там и так далее. Очень неплохой вот этот курс у него получился. Вот еще один ресурс WebShake называется, онлайн-курсы PHP и MSQL. Здесь я не совсем понял, то ли платные, то ли они бесплатные. Ну, вроде как написано 300 рублей. А, первые 10 уроков бесплатно. Я почитал здесь блок, в принципе, нормально, можно смотреть, можно изучать, но опять же, да, кому как заходит. Здесь тоже просто курсы без всякого фидбэка. Это вот у нас закончились 10 ресурсов, которые были на русском языке. Следующий ресурс я прямо рекомендую. Code Academy. Они обучают именно фронтенду, JavaScript, HTML. Я у них начинал проходить JavaScript, в принципе, хорошо. То есть там у них уже есть и среды такие разработки. То есть можно сразу вся эта визуализация присутствует. И если есть возможность, то, конечно, надо учиться именно на английском языке уже, чтобы потом было все ясно и понятно. Ну, и напоследок прикольный ресурс хотел показать. Называется Code Babies. Для тех, кому нужна мотивация вот такого плана. В общем, здесь дается, ну, вот прям такие абсолютно базовые вещи. То есть что такое свойства в стилях, что такое теги, что такое переменные. Но при этом вот тут вот девушки еще дополнительно мотивируют, раздеваясь. По мере правильных ответов на тесты. Тут там такие тесты проходятся. Тоже прикольный ресурс. Попробуйте, посмотрите. Ну, может, для кого-то это действительно будет мотивацией. Вот такие сегодня были 12 ресурсов. Шесть из них это полноценные, прям практически, я бы сказал, университеты. Ну, или какие-то учебные онлайн заведения. Другие шесть это просто курсы. В принципе, тоже достойные все. Еще раз повторюсь, каких-то я учился, каких-то нет. Но если у вас не хватает знаний, то уже пора учиться. Какие вы выберете, напишите в комментариях. Может быть, вы уже проходили, да, какие-то курсы где-то учились. Расскажите о ваших впечатлениях от курсов, если вы каких-то учились. Может быть, вы порекомендуете еще какие-то. На этом сегодня все, друзья мои. Спасибо, что смотрели. Если видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.